Большой экономический форум десятки экспертов, представителей реального сектора экономики. Они обсуждают и в конференц-залах, и на производственных площадках, как пережить нелегкие времена и нарастить по итогам обороты. Из-за санкций тяжело сейчас приходится промышленникам, и особенно в регионах. По экспорту товаров сейчас, конечно, усложнилась ситуация на рынке, и как в связи с финансовыми ограничениями, то есть с переводами денежных средств, так и с составляющей имиджевой, с репутационной так называемой составляющей, когда наши высокотехнологичные продукты за границей становятся продвигать все сложнее и сложнее. За последние полгода заводам, что в основном работают на экспорт, пришлось срочно осваивать новые рынки. С запада переориентироваться на восток. Но без знания тонкости ведения бизнеса в Азии не обойтись. И важно грамотно перестроить логистику. Выстроить нужно целые цепочки по сбыту и, наоборот, приобретению необходимых товаров. Мы ожидаем проседания, прежде всего, машинно-технической продукции. А сколько по объему, например? Я не берусь сейчас говорить, потому что, понимаете, у нас очень скачкообразно. Это было и начало года, и, соответственно, потом резкий провал. Сейчас чуть-чуть где-то восстанавливается, но просто тут цикл для перехода на другие рынки для промышленной продукции, он, конечно, более долгий, и он не как сельхозпродукция. То есть требует времени и, соответственно, медленнее все изменения проходят. Поэтому существенное падение по машинке мы ожидаем, но посмотрим к концу года. Пусть медленно, но промышленность перестроится, уверены эксперты. Для помощи ей на уровне федерации сейчас принимают разные меры. Разрешена возможность параллельного импорта, субсидий и льготные кредиты. Поддерживают не только экспортеров, но и тех, кто решил осваивать внутренний рынок. Конечно, ориентируюсь, в первую очередь, на внутренний рынок. Сейчас высвобождается ниша в связи с импортозамещением, потому что многие конкуренты наши, их деятельность на территории страны усложняется. И мы здесь надеемся на замещение того выпадающего объема экспорта, который можно было бы заместить внутренним спросом. Мы надеемся как раз на этом форуме в том числе обсудить вопросы размещения госзаказа на родных предприятиях. Еще два дня участники форума будут обсуждать, как заместить импортные товары, которые прежде у нас не производили. По итогам большой встречи эксперты должны выработать предложение, которое рассмотрят на федеральном уровне. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.